Может быть ресурсов, которые на меня нужно потратить, поэтому просим в Минком связи продолжать с нами активно этот проект реализовывать. Ну и последнее. Буквально вчера прозвучала информация, что создается подгруппа цифровизации контрольно-надзорной деятельности при рабочей группе при Госсовете. Это региональная подгруппа, которая, ну в общем, то, чем мы сейчас занимаемся, она должна обобщить и вывести на уровень федерации как единую консолидированную позицию субъектов Российской Федерации. Может быть технологические компании, которые тоже работают в этом отрасли, что на сегодняшний день мешает развиваться более стремительно в цифровизации контрольно-надзорной деятельности. Ну вот мне оказана честь возглавить эту рабочую группу, поэтому мои контакты тут есть. Контакты Светланы Малекина, начальница отдела нашей, которая сейчас, к сожалению, заболела, не смогла приехать, значит, тоже на экране. Просьба, если кто-то видит себя в этой рабочей группе, как бы обязательно прислать мне информацию, значит, мы посмотрим. Ну я не обещаю, что всех включу, просто там, очевидно, будет все-таки какая-то квота, думаю, чтобы рабочая группа была. Ну и в будущем писать в рабочую группу можно точно, кто в состав войдет, кто не войдет, мы будем как бы с коллегами советоваться. Все, спасибо за внимание. Спасибо, Александр Сергеевич. Хотел бы даже прокомментировать пару моментов. Первое, это то, что мы не брали и не планируем, и не будем брать деньги за ТОРК МДЭТ. То есть он так и останется бесплатным. Не нужно волноваться. Второе, то, что вот тот проект, про который было рассказано, это как раз таки филотный проект по нашему промышленному интернету вещей по платформе. И здесь действительно стоит отметить, что платформа – это не только сбор данных и просто их хранение. Это математические модели, за которыми стоят организации, которым десятки лет, пусть без современных формулировок и современных технологий, они уже давно разрабатывали и эту математику ведут, и защищают ее, и считают ее. И поэтому, действительно, что задачи доступа к данным, которые собраны государственные, они приоритетны. И я в своем докладе не говорил, у нас в дальнейшем восход, наверное, про это подробнее расскажет. В рамках создания платформы у нас планируется, назовем это условно, открытая государственная разработка. С одной стороны, это инфраструктура для участников рынка, для того, чтобы на одной среде разработки иметь возможность осуществлять доработки для всей платформы, иметь возможность проверить страиваемость этих доработок, иметь возможность провести некие автотесты и так далее. А с другой стороны, это некая песочница данных, где как раз таки те, кому интересны данные, те, кто умеют с ними работать, те, кому в целом не безразлично, смогут с этими данными везде, смогут их покрутить, не нанося, соответственно, никому ущерб, смогут сделать выводы и предложить что-то с этими, как бы на основе этих данных принять какие-то решения. То есть у нас будут инструменты и открытия данных по просто, скажем так, широкому кругу экспертов, и в целом личные кабинеты, песочницы данных, где как раз таки дата-аналитики смогут со всеми собранными платформой данными работать. Спасибо за доклад. Следующий доклад Архангельский Александр Валерьевич, министр цифрового развития Калужской области. Муниципальный аспект совершенствования и регулирования контрактных данных действий. Спасибо большое. Прежде всего, я хочу поделиться опытом, небольшой, думаю, господинский искусственный вопрос.